Привет! Сегодня я хотел показать вам образец инженерного строительного гения и освоения денег. Николаевск на Амуре, 2021 год, 22 апреля и зимой, в минус 40-е холода. Значит, в детской больнице, друзья, у нас происходил ремонт, производился входной группой. Давайте обратим внимание, камера чуть-чуть сюда, и давайте покажем вот элемент входной группы. Вот оно, крыльцо. Посмотрите, как это все гениально сделано. Друзья, если взять транспортир, взять уровень, здесь будет, в общем-то, угол в пределах 25-30 градусов. Это, видимо, чтобы удобно было подниматься по этой лесенке. Видите, да? Гениально! Это сделано в минус 40-е холода стояли. Здесь был такой, значит, навес кругом, и здесь ребята вот заливали. Случайно я это краем глаза увидал. Посмотри, вот здесь, как все это хорошо убрали. Видите, вот посмотрите, тоже все убрано отлично. Вот сюда, пожалуйста. Давайте пройдем сюда. Вот. Вот входная группа, это просто вот, это лицо любой организации. Любая организация начинается с входной группы, то есть с крыльца, с подъезда, с прибанничного помещения. И смотрите, как замечательно, вот, освоенные деньги, как постарались. Просто я считаю, что нужно в ноги упасть не строителям. Строители, что сказали, то сделают. Именно тем, кто занимался, вот, планированием этого бюджета, кто занимался освоением этого бюджета. Друзья, вы просто молодцы. И пускай вот нижнеамурцы, кто тоже услышит, увидит. Пускай все жители Хабаровского края, все наши дорогие россияне увидят, как нужно осваивать деньги. Друзья, Николаевск на Амуре. Детская поликлиника. Входные группы. 22 апреля. Все лучшее детям. Одна сторона совсем развалилась. Здесь вот был цемент. Сейчас уже подзасохло немножко. Он прям вот так вот раз вот у лука. Давайте тогда пройдем еще немножко и посмотрим, какой гениальный пандус сделан для въезда инвалидов. Осторожнее по плитке, может провалиться. Скорее всего пустоты, он видите как тут. Все, собственно. Вот эта плитка, она гуляет, на нее лучше не наступать. Так, ну это ладно. Давайте посмотрим, какой гениальный пандус. Смотрите. И вот, не напрямую. Не напрямую. Деньги нужно осваивать грамот. Не напрямую, а вот именно вот так. И вот так человек на коляске должен будет заезжать. Чтобы жизнь медом не казалась. Понятно? Я думаю, данное видео нужно закончить. Еще раз напомню, что все лучшее детям, как завещал великий Ленин. А теперь небольшой стакан. Социальный опрос. Все вы помните смещенного губернатора Сергея Ивановича Фургала. И вот такой вопрос. А как бы среагировал опальный ныне губернатор Хабаровского края? И что вот в показанной, проявленной ситуации сделает временно исполняющий обязанности Михаил Дегтярев? Варианты ответов, предлагаемых, будут под видео. Либо предложите свой. Друзья, не забывайте лайк и подписка на канал. Это лучшая поддержка тому, что мы освещаем. Пока.